Оплата за прайс в общественном транспорте увеличилась в республиканской столице. Теперь по карте можно проехать, как и раньше, за 17 рублей, а вот наличными за 19. Остается лишь надеяться, что водители не будут говорить, как это популярно в Черкесске, что терминал у них сломался, поэтому нужна наличка. Подробности у Аслана Гирюгова. Как сообщили в администрации Черкеска, около двух лет мэрия города сдерживала рост тарифов на перевозку пассажиров. Однако в связи с подорожанием электроэнергии, топлива и запасных деталей для транспорта повышение цен стало неизбежным. Для поддержания населения введена дифференцированная система, позволяющая электронно оплачивать проезд по старому тарифу за 17 рублей, а наличными за 19. Помимо банковских карт мы планируем запустить программу транспортных карт, у которых проекты есть. В течение буквально 10 дней мы заработаем проект, будем реализовать его для граждан, потому что граждане могут пополнить карту транспортную и пользоваться непосредственно проездом в общественном транспорте при помощи транспортных карт. Она будет стоить определенную сумму денег, как и везде на территории Российской Федерации, думаю, где-то до 100 рублей. То есть она одноразово покупается и просто пополняется в терминал Сбербанка. Разница в цене сделана для того, чтобы больше людей переходило на электронный способ оплаты. Благодаря этому не будет долгих процессов с выдачей и сдачей, которые отнимают время. И все это поможет руководству отслеживать работу. Как отметил Михаил Валерьевич, уже заметен рост людей, которые оплачивают проезд электронно. Для данного мониторинга существует специальная программа. Данная программа позволяет нам видеть в реальном времени, сколько людей, пассажиров воспользовались проездом в общественном транспорте. Вот на примере, скажем, ПТП-1 можем увидеть рост использования безналичной оплаты в общественном транспорте. Вот смотрите, вчера воспользовалось у нас 2700 человек на сумму 46 тысяч рублей. Кроме этого, все автобусы и троллейбусы, как муниципальные, так и частные, у которых нет терминалов, будут оборудованы ими. Это позволит избежать конфликтные ситуации с водителем и кондуктором. Оплата по карте ускорит работу общественного транспорта, а в период распространения коронавируса обезопасит пассажиров. Ведь сейчас нужно как можно чаще избегать контактов с людьми. Кроме этого, она помогает сэкономить деньги за проезд. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.